Но, к сожалению, не прозвучало, наверное, одно из основных и конкретных мероприятий, которые уже прошли на территории Калмыкии и требуют своего продолжения и масштабирования. Что я имею в виду? Можно много говорить об адресной работе и профилактике работы с молодежью, с наиболее подверженной категорией граждан. Наиболее подверженной категории граждан – это, конечно, молодежь, неокрепший ум. Так вот, во время празднования ЗУЛа республика приняла круглый стол высшего духовенства мусульманского Северного Кавказа. И я согласился с предложением председателя Координационного совета Духовного управления мусульман России с тем, чтобы этот круглый стол пока в таком формате сделать регулярным на территории столицы нашей республики – Калмыкия. Необходимо уже сегодня правительству включить в план графика работы 2018 года подобное мероприятие уже с соответствующим бюджетом. Это не такие уже огромные средства. Соответствующим министерствам – это Министерство культуры, Министерство молодежи, Министерство образования – запланировать ряд мероприятий по своей линии. Это могут быть председатели наших диаспор, мусульманских, не имеет значения, наших калмыцких национальных. Помимо того, что мы покажем свою культуру и фольклор, это должны быть и молодежные встречи, это должны быть совместные мероприятия, запланированные на сутки-двое. Вот это вот конкретная работа с конкретными результатами. То, что уже сегодня в сетях на протяжении недели прошло, но тем не менее имеет самый широчайший отклик. К сожалению, я не вижу здесь оценки нашей администрации, выховой главы республики и анализа. Мне самостоятельно приходится лазить на кавказские сайты и прочее, 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 где эта информация есть. Но пресс-служба и администрация главы республики всю эту информацию не доносят до жителей калмыки. А это очень важный сегмент нашей работы. Еще раз повторюсь, все слова, если не слова блудия, вообще ничего не стоят, пока эти будут результатов. А результаты только тогда, когда люди будут или с осуждением, или с одобрением это обсуждать. А они это обсуждают и сегодня с позитивом. Не воспринимается это. Так вот, чтобы это воспринималось, предлагаю включить в протоколы решения нашего сегодняшнего заседания АТК вопросы конкретного характера. Нет возражений? Нет. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос подряд.